Второе послание к Коринфянам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok От Матфея Святое Благовествование Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада Так будет пришествие Сына Человеческого Ибо где будет труп, там соберутся орлы И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет И луна не даст света своего И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе И тогда восплачутся все племена земные И увидят Сына Человеческого Грядущего на облаках небесных Силою и славою великою И пошлет ангелов своих с трубою громогласную И соберут избранных его от четырех ветров От края небес до края их От смоковницы возьмите подобие Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья То знаете, что близко лето Так, когда вы увидите все сие Знаете, что близко при дверях И так бодрствуйте Потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома В какую стражу придет вор То бодрствовал бы И не дал бы подкопать дома своего Поэтому и вы будьте готовы Ибо в который час не думаете Приидет Сын Человеческий Кто же верный и благоразумный раб Которого Господин его поставил над слугами своими Чтобы давать им пищу во время Блажен тот раб Которого Господин его Придя найдет поступающим так Истинно говорю вам Что над всем имением своим Поставит его Если же раб тот, будучи зол Скажет в сердце своем Не скоро придет Господин мой И начнет бить товарищей своих И есть и пить с пьяницами То придет Господин раба того в день В который он не ожидает И в час, в который не думает И рассечет его И подвергнет его одной участи с лицемерами Там будет плач И скрежет зубов Як уже бы молния исходит в от восток И является до запад Так и будет пришествие сына человеческого И где же бы аще будет труп Там и согерутся орли А бишь же по скорби дни тех Солнце померкнет И луна не даст света своего И звезды спаднут в небесе И силы небесные подвигнутся И тогда явится знамение Сына человеческого на небеси И тогда восплачется вся колена земная И узрит сына человеческого Грядущая на облацах небесных Силою и славою многою И послит ангелы своя С трудным глазом вели им И соберут избранные его От четырех ветра От конец небес До конец их От смоковницы же научитесь А притчи Ягда уже вае я будут млада И листвие прозябнет Видите, якоб лис есть жатва Так и вы Ягда видитеся я вся Видите, якоб лис есть предверих Бдите оба Яко невесте В кий час Господь ваш приидет Сие же ведите Яко аще бы ведал Дома влады Ковкую стражу Тать приидет Бдел оба бы И не бы дал Подкопать и храма своего Сего ради и вы Будите готови Яко вон же час Нем не те Сын человеческий приидет Кто оба есть верный раб И мудрый Его же поставит Господин его Над домом своим Ежедаясь им пищу Во время их Блажен раб той Его же пришед Господин его Обряще Так отворяще Аминь глаголи вам Яко над всем Имением своим Поставит его Аще ли же речет Злый раб той В сердце своем Коснит Господин мой Прийти И начнет Бить и клевреты Своя Ясти же И пить И с пьяницами Приидет Господин раба Того в день Вон же не чает И в час Вон же невесть И протешет Его полма И час Его с неверными Положит Ту Будет плач И скрежет Зубом Силу тела Истощают болезни Красоту его Отъемлет старость И после богатой Трапезы Скоро опять Возвращается Алчба Оставим же Побечение о том Чего Увековечить Не можем Приселимся В горний Иерусалим Посредством Добродетелей Тело же Истомим Трудами И пощением И поработим Его душе Чтобы оно Не поработило Души Дьяволу Частое Поучение В божественных Писаниях Усыпляет Вещество Любивые страсти Как диких Зверей По примеру Апостола Будем всегда Носить в теле Своем Мертвость Господа Иисуса Бдите Стойте Трезвитесь Никто Спящий Не венчается Дьявол Бежит Трезвенько Скорбе жизни И один Поражает слух На страстное Слушание Осуждение И клевет Другой Очи На похотное Воззрение Сей Язык На уничтожение Брата Тот Чрево На похотение Яств Иной Руки На похищение Чужого А иной Ноги Дотекут На зло Всего ради Возвращение Утешает Водежды Нас А для Дьявола И Агелов Его Не будем Живо Сжигать Его Сами Для Себя Бегай С обращения С женами Ибо Не только Видение Их И слушание Смое Даже Предположение Близости Их Есть Ядовитая Стрела Трезвис Убо Да Избегнешь Осквернений Блуда И Нечистоты Ибо Приближаясь К огню Не можешь Избежать Запаления Молись Часто Подражая Давиду Который Седьми Жды В день Хвалил Господа О судьбах Правды Его Нет Ничего Спасительнее Всегдашней Беседы К Богу В молитве Ибо Кто Когда Грешил Предстоя Богу И Не От Нерадения Ли О молитве Бывает Грех Помни Заповедь Непрестанно Молитесь Не устные Конечно Молитвы Но Восхождение В сердце В своем Полагая Богу Как Благоприятный Ему Кодила День Господень Придет Как тать В ночи Чистою Убо Душою И Трезвенным Помыслом Достоим На страж Господней Чтобы Пришедший Он Не обрел Нас Спящими Укроемся Внутри Сердца Пусть Вне Молва И Шум Внутри Же Нас Да Выдворяется Мир Божий Ибо Дух Вселяется Только В Безмолвном Жилище Именно 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 Безмолвом Внутри Первую доброту, взыщи вышних, и де же есть Христос, одесную Бога сидя. Истинное Отечество твое есть Иерусалим небесный. Сограждане и други, первородные, написанные в книге жизни, воззри на небо, землю и море, и рассуди, что если видимое и прекрасно, то каково должно быть невидимое, не останавливайся на первом, а ищи второго. От исполнения заповедей Божьих в кротости и терпении рождается нерассеянная и дерзновенная молитва, представляющая тайноведцу, Богу, ногой от всего вещества ум, разгоняющая все прелести и прелоги демонские. Льстивый враг во время возношения сердца к Богу хищнически подкрадывается и старается развлечь чистое и несмущенное собеседование души с Богом, чтобы в поучении ее не возгорелся поедающий его огонь, ибо сердечная в молитве теплота есть для демонов жгучее пламя. Как солнце, ударяя лучами в стеклянный сосуд, наполненный водою, согревает его и воду, так невидимое солнце, Христос Господь, отражаясь в уме, молитвенно созерцающим его, согревает все естество души. Да будут чресла наши припоясанные светильники горящие, ибо не знаем, в кей час приедет тать, то есть смерть. Не пристанем сердцем сокрушенным умолять Бога, да избавит нас от всех гонящих нас, да никогда восхитит, яколь лев души наши, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Если увидишь мудрого, учащай хождение к нему, и нога твоя, да и затрет порог дверей его. Учись у него с отчаянием, и просвещай ум свой, вникая в силу предлагаемого тебе учения. Прилежи внимательному чтению божественных писаний, и не ленись часто приступать к нему, понимаешь ли силу слов или не понимаешь, ибо частое поучение в нем разрешит непонятное вначале. Часто чего не поймем ныне, поймем завтра благодатью Бога, невидимо разверзающего ум наш разуметь описание. Если желаешь украшаться добрыми делами, украшайся повсюду и всегда. Не место дает силу добродетели, но настроение мысли и нрава. Трезвенному и бодрственному ничего не может повредить и среди города, как в пустыне. Где целомудрие, честность и собор всех добродетелей, там обильно возгорается благодать Духа Святого. Апостол Павел говорит «Мир имейте и святыню со всеми». Очистим оба себе от всякой скверной плоти и Духа, будем трезвитися и бодрствовать. По трапезе время благодарения, а не пустословия. Не сна, а молитвы. Готови к исходу дела твои, чтобы без осудительных дел предстать страшному оному престолу. Пока мы здесь имеем благие надежды, а когда отойдем, уже не будем более иметь времени на покаяние. Испытывайте Писание, ибо как можно спастись без частого насыщения чтением Писания? Желающий угодить Богу, должен не только читать Слово Его, но быть искусным в деле, неленостным, непреданным суете. Не суди о человеке по внешности, но испытай прежде. Его внутреннее настроение. В дереве на что ты смотришь? На листья или плод? Так и в человеке. Чтобы иначе волка не принять за овцу. Не внешнее составляет человека, а внутреннее. Что пользы, если ты имеешь честь и богатство, а души не имеешь? Не брак грех, но блуд. Жена помощница, а не наветница. Ревнуй о добродетелях и спасешься. Ходи долу, ожительствуй на небесах. Великое благо, наследие неотъемлемое, сокровище неизждеваемое, есть страх Божий. Он сеет и возвращает, исцеляет и укрепляет, расчищает и созидает, кладет основание и завершает здание. Отрекшемуся мира должно всею душою предаться духовным занятиям и пребывать в них непрерывно. Кто ныне трудится, а завтра будет спать, тот ни в чем не успеет. В церкви должно стоять со всем благоговением, чтобы вместо умоления грехов не умножить их. С великим страхом должно высылать хвалебные песни Богу и исповедовать притом грехи свои, чтобы склонить Бога на прощение их. Страши из перехождения с места на место, озирание, бесед, небо здесь Господь с сонмом ангелов своих. Чтение и изучение Бога Духновенного Писания услаждает путь ревнителям благочестия и богато доставляет способы к легчайшему совершению его. Говоришь ли, делаешь ли что или рассуждаешь, все твори для Бога, и все посвящай Ему, ведающему сокровенности сердца и подающему благодать к деланию того, что спасительно. Должно всяким хранением блюсти свое сердце, внимать себе, прибегать к милости Божией, противоречить злу и злым помыслам всегда. Истинное основание молитвы состоит в том, чтобы трезвенно внимать помыслам и в великом безмолвии и мире совершать молитву. Смотри, не возноси сердцем своим, но говори себе, я раб неключимый и исполнил только то, что должен был исполнить. Если кто спросит тебя, кто человек, скажи ему, человек тот, кто любит Бога от всей души и ревностно исполняет заповеди его. Нет ничего неразумнее, как приступать к божественным тайнам, работая греху и страстям. Во время тишины ожидай буря, во время здравия болезни, во время богатства бедности, во время довольства глада и не падешь под тяжестью находящих бедствий. Исповедал ты грехи свои, ревнуя добродетели, получил разрешение, не связывая себя опять, очистился, не скверняй себя снова. Строгое нам нужно покаяние, много молитв, труда и терпения, чтобы удостоиться благ небесных. Что возница и воз, то душа и тело. Когда возница слеп или спит, воз падает в ров и разоряется. А когда бодрствует и правит хорошо, воз везется исправно. Так и в человеке. Когда душа трезвится и бодрствует, тело сохраняется в чистоте. А когда душа омрачена нерадением, тело падает в ров нечистоты. Кто каждый день исповедуется и каждый день грешит, тот только созидает и разоряет. Согрешив, не отчаивайся. Нет ничего хуже отчаяния, ибо отчаявшийся бегает в рочества, от ног до головы не имеет целости. Согрешил ты, скажи Богу, согрешил. Какой труд сказать согрешил, скажи, и разрешится грех твой. Не ленись ходить в церковь Божию. Ходящий с усердием в церковь Божию есть друг Христов. Оставляющий ее с призорством есть враг Божий и друг дьявола. Церковь есть кровь Божий. Когда находишься в ней, волк не нападет на тебя. А когда ты вне, дикие звери пожрут тебя. Церковь есть пристанище благочестивых христиан. Она выше неба, тверже камня, шире земли, светлее звезд и солнца. Ходи в нее неленостно и духовно, да через нее приблизишься к Богу. Она утешение, надежда и спасение твое. Псалом 95 Воспойте, Господу, песнь новую. Воспойте, Господу, вся земля. Пойте, Господу, благословляйте имя Его. Благовествуйте со дня на день спасения Его. Возвещайте в народах славу Его. Во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален. Страшен Он, паче всех богов. Ибо все боги народов идолы. А Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его. Сила и великолепие восвятилище Его. Воздайте, Господу, племена народов. Воздайте, Господу, славу и честь. Воздайте, Господу, славу имени Его. Несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь, Господу, во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля. Да шумит море, и что наполняет его. Да радуется поле, и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные пред лицем Господа. Ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, во дворица. Речет Господи, весь заступник мой, Иси, прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчей и от слави семя Тебя жна. Плечма своему осенит тебя, и под крыльей Его надеяшися. Оружим обытит тебя истинно Его. Не убоившись от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей бесополуденного. Подет от страны твоя, ты сащает младесную тебе, к тебе же не приближится. О баче от чима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко ты, Господи, упование мое, Вышнего, положилось и прибежище Твоем. Не придет к тебе зло, и рано не приближится те лиси Твоему. Яко ангелам своим заповесть, о тебе сохраните тебя во всех путях Твоих. На руках возгнут тебя, да никогда преткнешься камень ногу Твою. На спи, да и Василиска, наступиши, попереши льва и змия. Яко наме упова, и избавлю их, покрыю их, яко позна имя мое. Воззывет ко мне, и услышу Его, с ним есть скорби, и зму Его, и прославлю Его. Долго тою дни исполню Его, явлю ему спасение мое. Воздух, охочи мои, в горы отнюдь уже прийдет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небу и землю. Не дайш во смятение ноги Твои, я ниже воздремлет, храняй Тя. Все не воздремлет, ниже уснет, храняй Израиля. Господь, сохранит Тя, Господь, покров Твой на руку десную Твою. Во дни солнца не ожет Тебе, ниже луна ночью. Господь, сохранит Тя, от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь. Господь, сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Испогоди нас, Владыку, с одержавением неосуждено. Смейте призывать и Тебе, Небесного Бога, Отца и Твого Ти. Субтитры подогнал Игорь Негода. 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 Игорь Негода. Субтитры подогнал 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 Игорь Негода.